Здравствуйте! Я Иванов Владимир Борисович, заведующий кафедрой иранской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова Хочу обратиться к поступающим, которые выбирают себе специальность, на какую бы специальность поступить в 2022 году Наша кафедра преподает восточные языки Персидский, язык Дари Афганистана, таджикский язык и некоторые другие иранские языки Которые мы довольно редко принимаем Но в этом году мы набираем группу языка Дари Итак, я хотел бы вам представить двух наших преподавателей Виталия Викторовича Белоконя и Алексея Анатольевича Кузнецова Прошу, даю вам слово Виталия Викторовича Белоконя и Алексея Афганистан Афганистан Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Белоконь Виталий Викторович. Я хочу сказать пару слов о языке Дари, о языке, который я уже преподаю много лет и которому испытываю определенную любовь. Кстати, о любви. Любовь в нашем деле очень важная составляющая, а ее, как правило, смогут вам привить наши преподаватели. Язык Дари – это Афганистан, то есть страна многонациональная, полиэтническая, которая известна любому человеку, который более-менее ориентируется в географии. Соответственно, она не может не завораживать, потому что эта страна постоянно является местом, если хотите, плацдармом разного рода сопротивлений, как правило, военных, баталий или битв. Можно начать еще с великих моголов, потом рассказать о трех англо-афганских войнах в упорной борьбе, которой афганский народ, свободолюбивый афганский народ смог победить английских захватчиков и колонизаторов. Далее идет советское военное присутствие ограниченного контингента. А 21 августа, как вы знаете, 2021 года произошел вывод войск США и их партнеров по НАТО, который в конце концов ознаменовал окончательную независимость этой страны, но во главе с непризнанным пока еще движением «Талибан». Когда мы слышим «Талибан», мы немного можем испугаться, но в этом ничего страшного нет, потому что это такие же люди, такие же афганцы, и они сейчас всячески пытаются противостоять разным разногласиям и выйти все-таки на политическую арену и добиться признания государства. Так как это очень важно и для них, и для нас, изучающих язык «Дари», а с ним и язык «Пушту». Что касается языка «Дари», пару слов, то информация, которую каждый может найти в интернете, но все-таки, чтобы не тратить ваше время, хочу сказать, что язык «Дари» наряду с языком «Пушту» является официальным языком Афганистана. Он абсолютно на паритетных началах существует уже много-много лет. Начиная с 1964 года, он официально записан в Конституции страны и уже, можно сказать, почти 60 лет играет важную роль и по разным оценкам не уступает языку основного большинства, пушту, то есть пуштуязычному населению. Язык «Дари» входит в иранскую группу индоевропейской семьи языков, также в эту группу входят и персидский, он же фарси, и таджитские языки. Теперь хочется задаться вопросом, почему именно «Дари», потому что многие из вас услышали название «Персидский», это так красиво, «Персия», «Фарси» тоже многие знают. Почему именно «Дари»? Потому что, как мне представляется, это немного другой регион, хотя и объединенный общей культурой, так как уже принято в иронистике, в отечественной иронистике, мы даже историю языка, все равно и культуру называем историей персидского языка, литературой персидского языка. Мы используем этот термин, и даже афганцы иногда его употребляют, но язык «Дари», он по-своему уникален. Как мне представляется, уникален огромным количеством иноязычных заимствований, что, соответственно, не может не вызывать определенные споры, и в том числе в научной среде огромное количество разных научных исследований. Это очень интересный фактор, как можно на него посмотреть с другой стороны. Например, если взять персидский язык, он полон исконной лексики, и, естественно, где-то на 60% состоит из арабских иноязычных заимствований, которые, естественно, органично влились с него в результате арабского завоевания VII века. В языке «Дари» все то же самое, только еще есть определенный пласт языка пушту. Это огромное количество лексики, которые используются на бытовом уровне, а также в военной терминологии. Без лексики языка пушту невозможно понять военнослужащих, невозможно понять приказы, наставления, вообще какие-то военные документы. А говоря о военной составляющей, Афганистан здесь не имеет себе равных. Как я уже сказал в начале своего выступления, огромное количество конфликтов было и есть на этой территории. О заимствованиях. Язык «Дари» полон огромное количество лексических заимствований. Это арабские заимствования, это исконно персидские заимствования, это заимствования языка пушту, и еще огромный пласт европейских заимствований, естественно, большая часть которых представляет англицизма. Заимствования из английского языка. Также есть определенный слой из других европейских языков, французского, немецкого, испанского, немногочисленного. Но есть и определенный пласт из русского языка. Вот именно этот фактор заставляет многих ученых задуматься о значении, о роли языка «Дари» и о том, какую роль он может сыграть в вашей жизни. Потому что, например, как мне представляется, изучая язык «Дари», вы искусственно немного прикасаетесь и к другим языкам, что, соответственно, невозможно сделать с другими языками. О чем я говорю? Например, тот пласт заимствования языка пушту дает вам полное право окунуться в язык пушту, да, без грамматики, да, без каких-то еще особенностей, но эта лексика, которая очень специфически звучит по сравнению с лексикой исконной, она уже у афганца звучит органично, и вы к ней привыкаете, и вам уже не составляет труда сразу определить, во-первых, этническую составляющую афганца, потому что она абсолютно безгранична. Столько национальностей, сколько живет на территории Афганистана, пожалуй, нет ни в одной стране. Территориальная принадлежность этого языка, с одной стороны, делает его уникальным с точки зрения использования, так как, в принципе, изучающий язык Дари волей-неволей также и вынужден изучать персидский язык, потому что афганец, грамотный афганец, который тянется к культуре, к истории своей страны, а она общая, как я уже сказал в начале своего выступления, он, естественным образом, познает все лексические единицы, которые используются в Иране, но которых не знают иранцы. И, соответственно, ему легче реализовать себя в этом большом, так скажем, ареале Среднего Востока. Речь идет о Иране, Афганистане и Таджикистане. Как мне представляется, это будет легче сделать афганцу, потому что для иранца некоторые лексические единицы вообще не существуют, они их или воспринимают как провинциальные, или вообще их просто не воспринимают как таковыми, они для них не существуют. Поэтому я бы выбрал язык Дари хотя бы по этому принципу, так как он даст вам возможность окунуться в еще несколько языков и тем самым универсально познать вот такое количество лексических единиц, а через них другие языки. И, может быть, это даже приведет к тому, что вы начнете их изучать с точки зрения грамматики, фразеологии и так далее. И вы начнете быть специалистом по всему региону Среднего Востока. А сейчас хотел бы сказать пару слов для тех, кто уже определился, либо, как сейчас принято говорить, изучил материал в интернете, подготовился и уже знает, чем будет заниматься, но все-таки немного сомневается, и мы бы хотелось, чтобы его убедили в правильности принятого решения. Я подготовил тут несколько, буквально 4-5 факторов, которые, возможно, определят в вашем сознании ваш выбор и сделают его правильным. Вот смотрите, что касается языка Дари, то по своему культурно-историческому престижу он абсолютно не уступает персидскому языку. Это для тех, кто решил, что персидский язык – это все и ничего другого. Нет, ничего подобного. Его также, как и персидский язык, наряду с ним можно назвать французским языком Востока. Это звучит очень понятно для тех, кто, в принципе, изучал языки в школе, и название «французский язык Востока» делает язык Дари, наряду с персидским, вторым по значимости языком на Ближнем и Среднем Востоке. Как вы понимаете, арабский, понятно, занимает лидирующие позиции, но все-таки мы говорим о языке Дари, и здесь мы можем уже определить его роль и место. Дальше. Для тех, кто очень хорошо разбирается в политике и, соответственно, понимает текущее состояние дел в Афганистане, приход к власти террористического движения «Талибан», запрещенное в России, может изменить сознание в сторону языка Пушту. И мы говорим на это следующее, что, естественно, сужение сферы применения языка Дари в интересах языка Пушту, оно, в принципе, в серьезной мере, чтобы вы понимали, не представляется возможным. Так как, в первую очередь, язык Дари остается для афганского общества единственным способом доступа ко всем достижениям мировой культуры и истории. Как вы понимаете, речь идет о языке Пушту, который является вторым официальным языком, и, конечно же, движение «Талибан», запрещенное в России, в основном представлено этим этническим составом. Но даже им, для того, чтобы выйти на мировой уровень, необходим язык Дари. Потому что именно язык Дари будет являться тем самым мостом для переговоров с международным сообществом и для их дальнейшего международного признания. Также хочется сказать пару слов о одном из факторов прочности языка Дари. Это, естественно, мощное влияние соседнего Ирана. Но в сфере повседневного общения, как я уже говорил до этого, язык Дари сохраняет серьезные отличия от иранского фарсии, что, естественным образом, обуславливает его изучение как самостоятельного языка. Поэтому, еще раз повторю, язык Дари – это самостоятельный язык, самобытный язык. Его самобытность доказывать уже не нужно, потому что он существует официально, повторяясь, с 1964 года, уже почти 60 лет. Поэтому его изучать можно так же правомерно, как и все другие языки. Дальше. Как я уже говорил, язык Дари – это язык межнационального общения в Афганистане. Соответственно, любой человек, который владеет разными языками, которые построены на территории Афганистана, вынужден в той или иной мере изучать Дари, а порой даже знать его лучше, чем свой родной, потому что, ну, можно даже сказать так, это влияет на живучесть этого человека. Как он себя представляет в Афганистане, какое он место хочет получить, потому что без языка Дари невозможно, если хотите попасть на телевидение, стать известным человеком или просто чиновником. И последнее, что я хотел сказать, это, опять же, с точки зрения прихода к власти движения Талибан. Это сейчас серьезная тема, поэтому я наверняка уверен, что многие об этом знают. Но не знают. Следующее. Поскольку ввиду достаточно высокого уровня реакционности и несвоевременности политики движения Талибан, опять повторю, спрещено в России, хотя, конечно, в той или иной формате хотелось бы, чтобы их признание случилось, а условия вы знаете, условия всем известны, вот, можно считать неизбежным возникновение достаточно масштабной политической оппозиции к этому движению внутри страны, лингвистической характеристикой которой будет именно дариязычность. Поэтому те, кто сомневаются в устойчивости этого языка, сейчас на политической арене в связи с приходом вышеуказанного движения, можете абсолютно расслабиться и не переживать. Этот фактор обусловит необходимость естественных контактов с оппозицией в будущем, соответственно, свободное владение языком Дари, оно будет обязательным. А оппозиция, как вы понимаете, как правило, это таджики, которые говорят на языке Дари, как на своем родном. Вот, поэтому вот эти пять факторов, которые я набросал, они действительно являются основными, которые сейчас можно рассматривать для такого осмысленного подхода к изучению иностранных языков, так как здесь вы получаете образование, которое вам должно в последующем помочь занять какое-то место в обществе, в стране и, соответственно, зарабатывать деньги, кормить семью. И сейчас это очень важно. Страна Афганистан представляет безграничные возможности, так как прежде всего специалистов в этой области очень мало. Если рассматривать это направление, то здесь оно является выигрышным, так как вы будете одним из немногочисленного количества специалистов, в отличие от людей, которые учат английский, другие западные языки, вот, и даже тот же арабский. Поэтому выберите это направление, вы, в принципе, не прогадаете. Главное, естественно, как я уже сказал в самом начале своего выступления, это любить иностранные языки. Субтитры создавал DimaTorzok Рад вас всех приветствовать, дорогие абитуриенты. Приветствовать вас в Институте стран Азии и Африки на кафедре иранской филологии. Меня зовут Кузнецов Алексей Анатольевич, я один из преподавателей языка Дарии на нашей кафедре. Я хотел бы коротко вам рассказать о том, как пройдут ваши годы в нашем институте, что вы будете изучать, чем интересоваться, какова будет ваша жизнь у нас. Начнем с того, что, как уже было сказано, Афганистан – это страна, для которой характерна многозадачность. Что я имею в виду? В ней сплелись удивительнейшим образом самые разные традиции, самые разные течения, самые разные исторические события. И изучать Афганистан, изучать страну нужно не только с точки зрения языка, сколько с той точки зрения, что мы с вами посмотрим глубже на историю, на литературу, на историю языка, на экономическое развитие Афганистана и на то, чем живут современные афганцы, что такое современный афганец, какова его ментальность и какие его чаяния, какова его система категорий и ценностей. Мы с вами будем изучать больше язык Дари. Вашим основным языком будет язык Дари. На него мы отводим основное время наших аудиторных занятий. Однако, как было уже сказано, язык Пушту играет немаловажную роль для того, кто будет работать с Афганистаном. Поэтому также будут отводиться часы под второй язык – язык Пушту. Таким образом, в нашем институте вы изучите сразу два восточных языка. Язык Дали, который откроет вам весь иранский регион, и язык Пушту, который является чрезвычайно уникальным явлением, и который обогатит вас, который поможет вам чувствовать себя уникальным, ценным специалистом. Еще что хотелось бы мне отметить – это следующий факт. Институт страны Азии Африки является оплотом классического востоковедения. Здесь вы получите полномасштабное классическое востоковедческое образование. И одной из сильнейших сторон нашей методики преподавания восточных языков является привлечение преподавателей-носителей этих самых языков. К нашим услугам всегда преподаватель восточного языка – носитель. Он у нас владеет и языком Дали, и языком Пушту. И он с вами может поделиться самыми разными наблюдениями, впечатлениями, мыслями, которые могли бы быть вам интересны, когда вы будете изучать этот прекрасный сладкозвучный язык Дари. Как я уже сказал, мы с вами посмотрим на разные стороны жизни афганца. Соответственно, мы посмотрим с вами на то, как развивался Афганистан в исторической перспективе. Ваш основной профиль подготовки будет называться «История». История страны Азии Африки, а конкретнее – история Афганистана. Вы будете специализироваться на кафедре истории стран Ближнего и Среднего Востока. Под их опекой вы будете совершать научные открытия и прорывы, как в исторической науке, так и в этнологии, поскольку в Афганистане проживает огромное количество удивительных народностей, для которых свойственна уникальная культура, уникальные обычаи и традиции, уникальный взгляд на мир, полный мудрости и жизнелюбия. Мы с вами будем обсуждать на парах различные источники, исторические источники. Будем с вами обсуждать текущую повестку, читать газеты, читать интернет-источники уже на самом языке. Мы с вами будем изучать литературу, которая играет для афганцев, иранцев, таджиков и многих других ираноязычных народов совершенно важную роль, чрезвычайно важную роль. Для них это основа культурного кода. И для них понимание текста X века, вы видите, например, за моей спиной, текст великой эпической поэмы Шах-Нама, книга царей, сложенная в Фердуси, аж в X веке, для афганца понимать те смыслы и те повороты сюжета, которые заключены в тексте этого великого произведения, не составляет никакого труда. Вы прикоснетесь таким образом к общечеловеческим, и в то же время прикоснетесь к уникальным явлениям, которые характерны для афганского общества и для всего ираноязычного мира в целом. Вы как будто окунетесь в новую реальность, и вы взглянете извне на эту культуру. Вы посмотрите, как уникально ее строение, как уникальна ее конституция. И, может быть, именно вы будете теми специалистами, которые продвинут и расширят наши знания об Афганистане. Приходите к нам. Хошамадит пешему. Афганистан И пару слов о практике. Наши студенты, наши учащиеся должны по программе проходить практику в стране изучаемого языка. Но на данный момент, по крайней мере, в Афганистане проходить языковую практику нереально, поэтому мы нашим студентам, которые изучают язык Дари, организуем практику в Иране. И по отзывам наших студентов, которые изучают язык Дари, но проходили практику в Иране, это им очень понравилось. Дело в том, что языки близкие, они без напряжения понимали те слова, те выражения, которые употребляют в Иране, с большим успехом заканчивали те практики, те занятия, которые там проводились для студентов, не встречали в этом плане трудностей. И по их отзывам эта практика была им очень полезна. Кроме того, я хотел бы добавить, что наши выпускники, по любым языкам выпускники нашего института, легко находят работу после окончания, но те, кто владеют языком Дари, находятся в особом дефиците. Как тут недавно уже сказали, в 2021 году американцы и НАТО вывели свои войска из Афганистана, и потребовались новые люди, новые взгляды, новые разработки, потребовались новые специалисты с языком Дари. И перспективы для тех, кто изучает язык Дари, в этом плане самые идеальные. Они пользуются большим спросом, как в таких министерствах, как Министерство иностранных дел, Министерство внешней торговли, так и в частных компаниях. Везде их приветствуют, везде с ними хотят работать. Большое спасибо за внимание.